Сотни памятников гунно-сарматской эпохи обнаружены в Октюбинской области. Некоторые из них состоят из 200 объектов, растянувшихся на 5-6 километров. В огромных по территории некрополях захоронены вожди гунов, а рядом с ними общинники. Об этом говорят результаты археологических исследований. Раскопки древних захоронений ведутся на территории Кобдинского района. Работа продолжается еще в трех районах, где, по данным специалистов, расположены погребально-поминальные комплексы времен гунов и сарматов. На сегодня в семи курганах найдены останки шести человек, которые жили на территории региона во II-IV веке н.э. В одной из древних могил были обнаружены останки женщины. Несмотря на то, что захоронение ранее было разграблено, археологи нашли ожерелье из серебряных спиралей и бусин, детали быта и одежды, фрагменты разбитой керамики. Там же был захоронен представитель элиты. Исследователи судят об этом по размерам ямы. С ним рядом нашли меч. Уже на этом этапе археологи уверенно заявляют, что на территории Западного Казахстана во II-IV веках была сформирована новая археологическая культура. Ее носители специально меняли погребальную обрядность и свой внешний вид путем деформации черепов еще в детском возрасте, чтобы не только возвеличить себя, но и объединить большую массу населения, считают специалисты. Большие родовые кладбища гуна Сарматов, поэтому и ведем там работу. Исследуя эти сооружения, выявляя под ними погребенных, мы хотим понять, какой статус они имели среди кочевников в того времени, то есть II-IV века нашей эры. Продолжение следует...